Поезд, вокзал, встречи и расставания. Эти слова у многих из нас вызывают романтические ассоциации. Если к ним добавить еще и хорошую музыку, можно оказаться в милейшей обстановке. Об этом позаботились авторы проекта «Вокзал Воксхолл». Мои коллеги побывали на концерте на железнодорожном вокзале. «Вокзал Воксхолл» – проект, который стартовал еще в 2003 году в рамках программы «Чебоксары. Культурная столица Поволжья». Как раз в это время был отремонтирован железнодорожный вокзал. Тогда концерты в стиле фолк-джаз и фолк-рок проводились регулярно. Два раза в месяц – с мая по октябрь. Но со временем их стало меньше. Ежегодно проводится один-два концерта осенью, во время марафона культурных событий. «Вокзал является местом встреч, перекрестком культур, от этимологии этого слова, вокальный зал. И исходили из того, что на вокзале зачастую людям скучно и одиноко. И чтобы было поинтереснее и весело на вокзале. И вот придумали такой проект – концерты на вокзале. Сегодня у нас выступает молодая группа «Гнездо и Волги» городского Дома творчества. Очень интересный коллектив, исполняющий авторские произведения. Концерты на вокзале – это историческая традиция. Музыканты играли для пассажиров и встречающих еще в прошлом и позапрошлом веках. В Англии и Германии, а у нас в Санкт-Петербурге. Позднее вокзалы приобрели совсем другой профиль. Но, как оказалось, традицию нарушили совершенно напрасно. Я считаю, что концерты нужны. И было бы здорово, если было бы гораздо больше их. Чтобы люди проникались искусством, точнее музыкой. Отширяли свой кругозор, получали положительные эмоции. Повышали свою духовную составляющую. Это очень замечательно. Без музыки жизнь была бы ошибкой. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.